Привет! Давай здороваться! Привет! Чё такое? Привет всем на канале Веселая Семейка! Меня зовут Света и вот он Мишка! Мишка, помаши привет! Маши давай! Потом будешь на себя на монтаже смотреть! У нас новое утро и Лиза с папой продолжают доделывать вольер для индюков. Немного погодя я пойду вам это всё покажу. На заднем плане слышен звук пылесоса и у нас Катюшка пылесосит. Сегодня её очередь. А мы с Мишкой монтируем видео для вас. Потому что немножечко запустили, накопилось много роликов снятых, но не отмонтированных. Скажи привет! Во! Давай! Ладно. В общем, Мишка с переменным успехом. А, чё хотела сказать-то? Помните индюшонка, который вчера плохо себя чувствовал? В общем, короче, мы не смогли его спасти. Он умер. Умер вчера. Фактически почти на руках у нас. Жалко безумно. Жалко, что не смогли его спасти. И жалко, что это уже третий индюшонок, который выпал. Но, похоже, на этом всё. Все остальные живенькие, здоровенькие. Всё с ними хорошо. В такие моменты, скажу вам несколько слов. Когда кто-то из животных умирает, да, в какой-то процент падежа случается, думаешь, нафиг это всё надо. Думаешь, нафиг это всё надо. Жалко, сейчас все как помрут. И всё. Но, на самом деле, все остальные тут собираются жить и здравствовать. И сегодня переселится половина индюшков в вольер. А вторая половина переселится примерно через три дня. Когда им будет три недели, бигов я тоже отправлю в вольер. Вольер Саша делает закрытый сверху. Прям такую модную-модную теплицу для индюков. Сама бы там жила, если бы была индюком. Так что, думаю, что всё будет хорошо. Утята, помните, тоже один выпал. А остальные живут и здравствуют. Большие толстопопые утки уже. Обязательно, между делом, вам их во влоге покажу. И, кстати, скоро уже будет месяц нашим хайбрид-конвертерам. Будем их взвешивать. Они такие большие. Я вчера по просьбе людей, ну, в группе состою, где вот брала, собственно, цыплят у девушки. У неё есть группа. И, собственно, там много народу. И просто люди общаются. И я вчера написала вопрос, что может быть с индюшонком. Фоткала его туда. Да, не успели, правда, мне ничего толком ответить. Спасти его не успели. Никто ничего не понял. Но заговорили о том, сколько весят остальные индюки. Я говорю, ну, остальные-то у меня вообще классные. И сфоткала их на руке. Фоткала, руку к ним подставляла. Ну, чтобы размер можно было оценить. И они у меня такие увесистые, я вам скажу. Так что в месяц будем их взвешивать. По идее, они должны быть килограмма два. Но мне кажется, не дотянут мои с первого раза на два килограмма. Почему, не знаю. Видимо, отсутствие опыта сказывается. Ну, в общем, все свои пробы, ошибки и удачи и неудачи я вам снимаю и показываю. Так что вы всё увидите. Если у вас есть советы какие-то дельные по выращиванию, ну, вдруг у вас, у кого-то из вас опыта громадные по выращиванию тяжёлых кроссов индюков, советуйте обязательно. Я любым советам рада. И даже критике, ну, не рада, но перевести можно. В общем, пишите всё, что вы думаете по этому поводу. Думаю, что это мне поможет не терять пташек. Кстати, цыплята расстраивают. Вот та партия, которую я взяла не у Светланы с Новороссийской, а взяла в Северск. О, Господи, там ещё 3-4 таких, знаете, заморыша. Ну, по-другому не скажешь. И собакам отдать жалко. И доращивать, ну, максимум килограммовые тушки с них получишь. Короче, не очень там цыплята у неё. Не буду больше брать нигде, кроме Новороссийска. Даже те, которых я высиживала неумелыми руками, то лучше, чем те. А ещё, ребята, через 10 дней я поеду брать новую партию утят. И на этом весенне-летняя закупка молодняка у меня закончится. И дальше я буду уже только осенью выращивать. Тоже буду выращивать, наверное, уток, если они нам понравятся. Надо же ещё попробовать. Ну, курей, бродеров обязательно. На будущий год возьмём индюков, если, конечно, они все не решат двинуть коней. Ну, в смысле, если у меня получится что-то вырастить сейчас, а им же ещё растит и 4 месяца с лишним, то обязательно будем брать ещё. Ну вот, собственно, выговорилась про своё хозяйство. Надеюсь, что кому-то это было интересно. И хоть кто-нибудь за это поставит лайк. Вот, продолжаем наш день. Ну, а я буду монтировать и выкладывать вам видео. Ну, а сейчас мы отправляемся смотреть, что там у нас с Валерчиком, который делает папа и Лиза. Папу вижу, Лизу не вижу. Лиза! Иди сюда. О, кто-то у нас истерику закатил. Вот так вот. Индюки сидят в брудере парятся, а Лиза у нас истерит. Я пытаюсь его помочь. А он меня найдёт, погреблядь. Иди сюда. Расскажешь на камеру всю правду. Расскажешь? А я пока посмотрю, что там с Валером. Вот лично я, Лиза, вижу, что папа делает, а ты истеришь. Разве это красиво? А ничего, что там дырки, Саш? А? Да. Ещё сейчас... Есть ещё второй слой, наверное, делать. Да? Да, они через эти дырки некоторые пройти могут. Иди сюда. Чтоб не разобранный бардак не снимать. Ну? И где ж ты у нас работаешь? Я помогала бабе, прям нацепала ей ветки. А? Я помогала бабе, прям нацепала ей ветки. А он начал оскорблять. Прям ни с того, ни с всего? Ну, поговорили мы с бабой, а он потом всё оскорбляет. Поговорили мы с папой? Да. Ну, я чувствую, Лиза первая начала? Нет. Точно? Другой. Про другой, про чё? Не про плохие стороны. А, ты говорила только про хорошие стороны. По-моему, ты отныниваешь. Я делала. Чего ты делала? Бревна без права. Какие брёвна, бог с тобой. Ну, болезнь. Пи. Ты чё-то не договариваешь, дорогая моя? Я не помню, за чего. Уже не помнишь? Память отшибла. Некрасиво, Лиза. Лизавета. Я тебя на камеру снимаю. Она не очень разозрела. Пора прекращать. Я снимаю на камеру, и это останется во влоге. Пора прекращать. Я прекрасно знаю, как ты обычно закатываешь истерики, чтобы ничего не делать. Ау. Ты помогать пришёл папе? Иди помогай папе. Нет, что мне не нравится. Что тебе не нравится? Что он меня накопляет? Он продолжил это всё. А ты прям ничего не сказала. Прям папа набросился и оскорблять стал. Папа, который вообще обычно лишних слов не говорит, из него слова не вытянешь, он набросился на тебя сходу, за то, что ты брёвна таскала и оскорблять начал. Правда? Мы говорили. О чём? О чём? О чём вы говорили? Потому что когда мы жили в квартире, не было такого. А мы бы сказали, зато мы тогда не гуляли каждый день. Ну, это, во-первых, во-вторых, индюков тоже не было в квартире. Индюков тебе надо. Хочешь? В квартиру верну. Нет? А что тогда? Мы же всё-таки будем помогать папе? Он помогал. Нет. Да. Ты уже минут пять стоишь и стеришь, а я тебе снимаю. Я же помогаю. Папа сейчас доделает без тебя. И всё, и нищетово будет. Да, Мишка? Иди папе помогай. Папа, он уже дверку сделал. Ну, не все. Там не расчищено же до сих пор. Основное делает папа, тебе нужно помогать убирать. Папа закрывает стеночку, Миша. А я думаю, Лиза, что ты начала папе что-нибудь говорить не то, а папа тебе ответил. Нет? А если по-честному? Включай, Памить, включай. Не надо вот это, не помню. Это для ляльчик. Трёхлетних. Я не верю, что ты не помнишь, что ты сказала папе. Просто тебе невыгодно это говорить. Правда? Тебе не хотелось работать, поэтому ты начала с папой спор, как обычно. Что, сыночка? Папа дверку сделал, туда зайти можно будет. Видишь? Оп. И дверка. Оп. Заходи. Заходи к папе. Заходи в клеточке посидеть. Вот папа сейчас молча работает. О, ты что, добыл находки на участке, да? Супер, скажи. Вы еще лопаты. Вы еще лопаты у нас нет? Какие полезные находки в процессе строительства. Мишка, тебе понравилось? Не расскажешь нам, со зрителями, что ты там обзывалась? Не? Вспомнила уже? Рассказывать стыдно, да? Вот если стыдно что-то рассказывать, тогда не надо это делать. Поняла? Все, давайте дружно доделываем вольер и выпускаем индюков. А ты меня будешь снимать, когда я буду делать кормухи для индюков. Да? Да. Все, давай, помогай папе. Субтитры сделал DimaTorzok